Всем привет! Итак, еще одна партия у меня более-менее получилась, хотя, конечно, опять же, моя противница наверняка была ей недовольна. Это партия последнего 11-го тура Кубка Президента Федерации Шахматовиками, отлично стартовавшая в турнире Екатерина Борисова. На финише чуть-чуть подустала, и мне повезло, в общем, одержать достаточно быструю победу в староиндийской защите. В варианте Земеша я вспомнил про очень интересный и неприятный для белых, на мой взгляд, ход А6 и на ФД2 конь Д7. То есть, раньше считалось, что белые могут сыграть конь А3, но в этом случае после С5, Д5, черные начинают такие волжско-гамбитные игры, Б5, и если СБ, то Ферзь А5, с очень серьезной инициативой. На конь Е2 тоже есть очень интересный ход Б5, и после того, как белые заберут пешку, черные проводят Е5 и начинают игру по центру. У них очень приличный перевес в развитии, то есть белый король нуждается в защите. Ну и на 3-0 я тоже пошел Б5. На мой взгляд, белые в этой позиции должны просто брать пешку, хотя компенсация за нее у черных, несомненно, есть. Я не помню, словно А6 я собирался ходить, конь Б6 или Е5. То есть, здесь компенсация точно есть. После партии Екатерина сказала, что ей нужно было пойти здесь Е5. Ну, на мой взгляд, ход Е5 в староиндийской, если белые делают, как мы помним из партии Летелье-Фишер, то есть, даже если потом пешка на Ф4 попадает в один прием, белым может стать нехорошо. А здесь без хода Ф4 вряд ли белым удастся обойтись после условного конь Е8. Пешка Е5 подвисает. Ну, пока не сильно, то есть, нам черным наверняка еще слом Б7 надо пойти. И может Ферзя отвести с Д8. Вот. Но, в чем Екатерина права, это в том, что ход С5 никаких проблем перед черными не ставит. ДС. Белые, ну, изначально Екатерина хотела сходить Е5 и отказалась из-за хода Б4. Конь отойдет. После отступления коня С3 черный конь попадает на Д5. А в случае ЕФ-БЦ у белых подвис ферзь. И, конечно, наличие пешки на Ф3, ну, никак не украшает позицию белых. Да, я даже отмечу ее красненьким. Вот. Я собирался на Е5, по-моему, играть в СД. Слон бьет Д4. И просто конь Е8. Сохраняя лишнюю пешку. Ну, здесь всякие игры с Е6. Конечно, делают позицию очень боевой и очень неясной. То есть, у белых есть какие-то контр-шансы, скажем так. Ну, и помимо Е6 и Ф4 здесь должно быть неплохо, потому что, ну, С5 нету. Белые просто съедят. Слон бьет С5. А после слон Б7 как-то конь Д7 ощущает себя несколько неуютно. То есть, приходится ставить слона на какое-то поле С6, где он сейчас под копыта коня Д4 попадет. В общем, пожалуй, Екатерина права и Б4 было сильнее, чем то, что я намечал. А после ДС черные просто развили слона на Б7. И у них нет вообще плохих фигур. Главная идея повести коня на С4. Конь Е5. И на Ж4 я так и сыграл. Конь Е5. Ну, ферзей менять белых совсем не с руки. Они отстали в развитии. Плюс пешка Ф3 еще и под прицелом. И двинуть ее вперед нельзя. Это значит, что конь Ж1 стоит на месте. То есть, ход Ж4, мне кажется, очень серьезная ошибка. Но, тем не менее, ферзюм здесь следовало отойти на С2. А ферзь Ф2 это еще одна ошибка. После ферзь Е8 у черных появились разные возможности жертвы на Ж4, например. Появилась идея Б4. И потом ферзь выскакивает на А4. А после Ж5 конь Х5 у белых нет хода Ф4 из-за вилки конь Ж4. Ферзь С2. Ну и просто Е6. Черные не опасаются удара Ф4, так как после конь Ж4 непонятно, что делать с чернопольным слоном. То есть, белые теряют как минимум пешку. После король Б1 я решил, что есть очень полезный ход слон С6 с идеей Б4 и слона А4. А на слон Д4 напал на пешку Ж5, прицелился к пешке С5. И у белых серьезнейшие неприятности. То есть, грозит в первую очередь ферзь Б4 Ж5. При этом идея Б4 никуда не делась. То есть, белым на каждом ходу надо считаться с этим неприятным ходом. Еще один такой, ну, ход Конь Е2. Белые предлагают взять на Ж5. Я был уверен, что после ферзь Б4 Ж5, Ф4, Конь Б4, слон Е3, черные должны выиграть. То есть, вот, даже если они потеряют коня, пешка Е4 слабая. В развитии белые отстали просто катастрофически. И наверняка у черных здесь есть какое-то сильное продолжение. То есть, я уверен в этом. Типа, Конь С4, слон БТФ4, ферзь Ф6. Прицелились к пешке Б2. Вот, давайте. Здесь-то мы можем продвигать. Ферзь Ф6 висит на Б2. Е5 пойти можно, но черные съедят. И ладью А1 непонятно как спасать. Угрожает взятие на Б2. Угрожает Конь А3 шаг в первую очередь. То есть, давайте вот, я это даже стрелочкой вам покажу. Вот. Но, позиция черных настолько хороша. Белые так сильно отстали в развитии, что я предпочел ввести в бой последнюю фигуру. А у белых не видно разумного хода. На Ж5 по-прежнему висит. Пешка С5 под прицелом. Появляются угрозы слону. Появляется идея Ф7 и Ф5. То есть, еще и ладья А8 готова заиграть. А после Ф4, Конь С4. Слон Ж7, Король Ж7. Непонятно как заезжать пешку С5. После Конь Д4, Ферзь бьет С5. Слон бьет С4. Я съел лошадку на Д4. И ясно, что белым надо сдаваться. Потому что связка Ферзь С3, как и было сыграно в партии, не работает. Ввиду Е5. Ну и все, слон С4. Пешка на Е4 с ладьей на А1 висят. И, в общем-то, белые теряют очень много материала. То есть, так партия и закончилась. В общем-то, понятно, что эта партия отнюдь не лучшая у моей противницы. Ну, а я так неплохо, в общем, как мне кажется, провел. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...